Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васента. Смотрите сейчас. Вместе за счастливое детство в Бобруське открылась игровая площадка. Тут очень хорошие качели. Как малышня оценила обновку? Не вписался. Могилевский водитель поменял положение дорожных знаков. Как это было? Всегда в тренде. Осень полноправно вступила в права. Столбик термометра кричит. Пора утепляться. Как не промахнуться с одеждой? А также наращивание капитала, вкус томатов и бдительный контроль. Выходные усилят патруль дорог. Что ждет нарушителей? Александр Лукашенко ознакомился с организацией «Узла сопротивления» в Брестской области. Глава государства осмотрел имеющееся на вооружении перспективное средство для ведения контрбатарейной борьбы. Средство связи. Затем президенту показали комплексное занятие с усиленной мотострелковой ротой с использованием элементов узла сопротивления. Во время пресс-подхода Александр Лукашенко отметил, действия белорусских военных сосредоточены на защите. Но в то же время они должны уметь и атаковать. Мы не наращиваем вооруженные силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем. Но, обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в наступление, если нам для этого будет необходимость. Это работа на земле и элементы беспилотники в воздухе, как разведывательные. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, у нас на это и средства нет возможности, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. Таких линий защиты, но еще более масштабных по периметру белорусской границы будет несколько. Их организовывают с учетом обстановки. Эти узлы сопротивления должны быть как минимум труднопроходимыми для противника, подчеркнул президент. Беспредел на дорогах. В Могилеве за пару дней произошло два ДТП. Промахнулся не на шутку. 63-летний житель областного центра за рулем иномарки не справился с управлением и снес стойку светофора и дорожный знак. Медо-свидетельствование показало, мужчина был не трезв. За езду в алкогольном опьянении ему грозит лишение прав до пяти лет. Спустя день на регулированном пешеходном переходе под колеса авто попал 11-летний мальчик. Школьник с товарищем выбежал на мигающий зеленый сигнал. Водитель не успел вовремя затормозить. К счастью, мальчик не пострадал. Госавтоинспекция напоминает, на дороге нужно быть предельно внимательным как водителям, так и пешеходам, особенно вблизи школы. Новинки для плосельщиков. Белорусский натурпродукт и железнодорожное пути. БЖД назначило 100 дополнительных рейсов. В чем причина? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране могут ввести единый имущественный платеж. Такое нововведение позволит визлицам покрывать налог на недвижимость, землю и транспорт один раз. В настоящее время белорусы оплачивают сумму по отдельности. Дедлайн – до 15 ноября. Сделать это можно в почтовых и банковских отделениях или в личном кабинете ЕРИП. 2 миллиарда рублей заработали отечественные банки к началу осени. Показатель на 42% больше, чем в такой же период прошлого года. По словам аналитиков, такому скачку поспособствовал рост экономики. Высокая прибыль позволяет финучреждениям увеличивать нормативный капитал. Беларусь впервые выпустила томатный сок прямого отжима. В настоящее время делают две новинки – напиток с сахаром и солью и такой же, но без добавок. Всего в год планируется изготовить около 30-40 тысяч бутылок. Также на повестке дня – яблочное пюре со сливками. В перспективе переработка – полутора тысяч тонн фруктов нового урожая. В выходные сотрудники ГАИ усилят контроль дорожной безопасности. Особое внимание профилактике ДТП в темное время суток. Инспекторы проверят соблюдение режимов скорости, правила обгона, пешеходные переходы и перекрестки. Велосипедисты, которые не соблюдают правила, будут привлекаться к административной ответственности. Белорусская железная дорога назначила 100 дополнительных рейсов в межрегиональном и международном сообщениях. Ввиду предстоящих ноябрьских праздников ожидается увеличение пассажиропотока. Ежегодно БЖД добавляет составы в дни торжеств и большие выходные. Подробную информацию о времени отправления и маршрутах можно получить на официальном сайте или по телефону 105. Город в деревне. В стране действует программа переселения. Управление по труду, занятости, социальной защите Бобруйского горосполкома предлагает переселение безработных и членов их семей на постоянное место жительства и работу с предоставлением жилья. Переезд возможен как в сельскую местность Могилевской области, так и других регионов. Главное наличие жилплощади и рабочих мест. С перечнем можно ознакомиться на информационном портале Общереспубликанского банка вакансий или в управлении по месту регистрации. Безработные, которые переселяются в сельскую местность, им предусмотрена выплата денежных средств в размере равной девятикратной величины бюджета прожиточного минимума. На данный момент эта сумма составляет 3279 рублей 60 копеек. В Бобруйске ежегодно выбор в пользу жизни на селе делают две-три семьи. Воспользоваться предложением можно только один раз. Более подробную информацию предоставят на Гоголе 7. За октябрило за окном. Витрины магазинов уже вовсю пестрят осенне-зимними коллекциями. В тренде многослойность и длина Макси. Главный мастхэв сезона – черный блейзер, который отлично дополнит любой гардероб. Куда отправиться за покупками, знает и Елизавета Липеева. Беспрецедентный осенний градус. Сентябрь этого года стал самым тёплым за всю историю наблюдений. Средняя температура – 16,38. Максимальная отметка – плюс 29. Первый месяц люди провели буквально в майках и кедах. После 61 августа резко наступили холода. И хотя погода радует солнечными лучами, столбик термометра кричит – пора утепляться. Бархатный бордо, глубокий ультрамарин, благородный изумруд. В магазинах уже представлен широкий ассортимент верхней одежды. От классических пальто до стёганных курток. Среди актуальных моделей и утеплённые рубашки – косухи. Стоимость обновок – от 80 рублей. Хорошее качество, приемлемые цены. Всегда очень большой выбор, огромный. Любой цвет – на осень, на зиму. Я сама работаю на предприятии и покупаю всегда вещи здесь. Много очень новых моделей. Осень – время для экспериментов. Лучший помощник – аксессуары. Перчатки, платки, шарфы, косынки, панамы и шапки станут завершающим акцентом образа и согреют ветреную погоду. При выборе важно учитывать не только красоту изделия, но и состав тканей. Для мужчин у нас предоставлена фирма «Тирада» Могилёвская брендовая. Это будет пальто, куртки, размерный ряд от 46 до 64, наполнитель синтепон, вверх ткани может быть добавлена шерсть. Эстетика олд-мани, комфорт многослойности, экстравагантность анималистики. Современная мода даёт огромный простор для самовыражения. В поиске стиля и вдохновения внимание стоит обратить на мировые подиумы, которые пестрят оригинальными идеями для самых смелых образов. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Маленькая большая радость – в Бобруйске открылась новая детская площадка. Качеля, горка, скалодром появились на 50 лет в ЛКСМ-23 благодаря инициативе и поддержке Белтелекома. Добрые дела делаются в рамках программы «Праздник нашего двора вместе с Ясной», которая была запущена 5 лет назад. Это наш небольшой вклад в том, чтобы наши жители, наши детки жили немножко более счастливо, интереснее и плодотворнее в нашем городе. Мне очень нравится площадка, потому что тут очень хорошие качели и очень хорошая горка. Мы можем ходить с друзьями каждый день после школы сюда кататься. Это уже второй объект за год. 1 мая, напомним, благодаря Белтелекому в городском парке появилась современная спортивная площадка по воркаутам. К слову, в планах в скором времени установить еще один игровой комплекс в Ленинском районе. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова